Ребят, я лазила по просторам Озона и купила вот такие две посылочки. Как мне показалось, очень интересные. Сегодня мы их будем дегустировать. В комментариях пишите, как вы думаете, что там. Но я уверена, что вы точно не догадаетесь. Валер, твои предположения? Коробочки. Валерка, это съедобное! Ну, тогда не знаю. Короче, вскрываем, да? Валера, я тебе говорю, ты будешь сегодня дегустировать, и тебе будет непросто. Так, ты меня уже пугаешь. Ничего страшного, так должно быть вкусно. Все пишут, что вкусно. Садона, вкусно. Садона, вкусно! Так, первое. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. А, наверное, надо было ночь взять. Валера, это! Это непростой доширак. Это самый дорогой в России доширак. И ты не поверишь, этот доширак, он самоготовящийся. Он самоготовящийся. Так, это мы оставляем. А вот здесь, из этой же серии, самоготовящиеся блюда. Но, это рис по-китайски. Это стоит 600 рублей. А доширак, па-бам! 975 рублей. Сейчас я вам покажу, в чем суть этого доширака. Кстати, вы знали, пацаны, что доширак, на самом деле, это название фирмы, а не название лапши. В оригинале эта лапша называется ромэн. Ну, по крайней мере, так и в Японии она называется. И придумал ее некий японский чувак. Имя у него, по-моему, Мамонда Анда. Что-то такое. Придумал он ее после войны, русско-японской, когда у них была там голодуха дикая. А сами японцы, изобретение этого ромэна, они считают, что это величайшее изобретение 20 века. Так, Валерка, я сейчас тебе все покажу, как я видела это по инструкции. Но готовить ты будешь это сам, мы с тобой поменяемся. А как это открывается? А? А, вот. Пинь. Тут такие штучки. Так, это что? Это что-то не... Это китайские иероглифы. Это все... Это японские иероглифы, Валерка. Так, это непонятно. А какая разница? Мать, они большая. Так, это что-то непонятно. Сейчас все будем пацанам показывать. Ого, тут посмотрите, сколько всего. Так. Вот. Это специальный пакетик. Должен лежать здесь. А там же написано, на него... А, на него воды налить, да? Да. Мы сейчас на него... Вот здесь нарисована водичка. И мы должны налить холодной воды вот по вот эту вот отметку. Вот здесь отметка есть. Я не знаю, пацаны, видно вам или нет. Вот здесь вот отметка есть. Вот по ней мы наливаем. А тут везде стрелочки. Давай я нал... А, нет. Давай сначала не так. Давай сначала вот в этот чан, который туда будет ставиться. Сделаем так. Где ты... Давай тогда я на лапше, а ты на рисе будешь тренироваться. Хорошо. А, нет, подожди, самое главное. Я вообще-то лапшу-то необычную купила. А знаешь, с чем? С говяжьими желудками. Я надеюсь, они не такие, как... Там на самом деле была и с рисом, и с креветками, и с говядиной, и с курицей. Фу, с рисом, и с курицей. Но я решила, что мы легких путей не ищем. И сделала самый необычный вкус. Вкус лапша с говяжьими желудками. Так, и давай так. А это уже лайтовый вариант. Это лайтовый. Рисик, он лайтовый. Он, по-моему, с курочкой. Поэтому давай на МБЦО кто что будет пробовать. Да, давай. Давай. Так, а нужно что? Кто выигрывает, что делает? Кто выигрывает, тот ест вот это. Так, значит, надо поиграть. Давай, свою руку-то показывай, пацанам. Давай. Как это? Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Так, то есть ты выиграла. Я вам на это есть? Валер, лапша. Вот смотрите, какая она, ребят. Ну, то есть она такая, какая-то не... Ну, то есть, это что? Какими-то уже специями. Ну-ка, дай я понюхаю. Да, ну а это не доширак, да, Валер? Нет. Не доширак. Так, сухарики я точно помню, что нужно в последнюю очередь. Потом вот это. Сейчас мы все смотрим. Скрываем и смотрим. Не знаю, сейчас посмотрим. Блин, а почему мне выплюетесь в желудке, блин? Смотрите. Нюхай. Что там? Это мясо, по-моему. Желудки? Ой, это вкусно пахнет. Это очень вкусно. Здесь 75 грамм этого мяса. Это, наверное, же... Или... Может, это приправа острая? Может быть. Давай-ка я не всю. Ну, нет, там положено все, значит, все делать. Нет, ну я острую-то люблю. Думаешь, все делать? Пацаны, все делать? Сегодня все, сегодня все, сегодня все. Давайте все тогда, ладно. Если положено... Не думаю, что он там будет, что в рот не взять. Да все знает. Может быть, и не взять будет. Так, короче, это какая-то приправа. Теперь... А здесь вообще 200 грамм, представляешь, чего-то? Офигеть! Это овощи! Смотрите! Столько много! Опа! Сейчас, подожди, Валер. Смотри, это специальная морская капуста, по-моему, да? Я не уверен, что это морская капуста. Нет, это морская капуста, мне кажется. Потом вот это вот. Это же, по-моему, лотоса, да? Вот эти вот... Я не знаю. Это лотоса, эти плоды, да? Вот это картофан. Вот это картошка. Ну, следующий пакетик. Ну, они, конечно, сюда напихали, знаешь, за 900 рублей. Вот это же лутки. Ну-ка, и как они там пахнут? Они лучше пахнут, чем приправа со мной. Сюда же пошло. Так, а вот это что такое? Опа-опа. Смотрите. О-о-о-о! Милота! И что? Зачем тебе эта штучка? Может, просто надо это как-то вот так вот делать? Это же палочки должны быть. А это не сгибается? Нет. Что-то не хватает? Вот, не хватает, да. Вот, смотри, наращивать палочки. Они же сюда не влезли бы. Удлинители палочек. И вот тебе палочки, смотри. Вот еще ложечка такая здесь есть на море. И салфеточка. Так, теперь нам нужно здесь, Валерка, сюда налить воды. Да туда воды наливается, мне кажется, там грамм 200. Так страшно мне, Валер? Все. Стоп, стоп, стоп. Смотри. Что происходит? Ничего не происходит. Почему? Это что должно происходить? А, булькает. Это воздух, наверное, там булькает. Может быть, я мало добавила воды? Да нет, ну вон там по стрелочке. А сюда надо воду наливать? Аннушку, ты же инструкции читала. Ты же японский, начало. Да, сюда тоже надо наливать воду. Это же как она будет вариться-то? Ты уверена? Да. То есть ты уверена? Почему ничего не происходит? Может, я мало воды налила? Да нет, нормально там воды. Ну, там же он по стрелку же видно. Надо все равно. Ёб твою мать, слышишь? Да, что-то там. Так, ты уверена, что у нас это все будет? Это чудо! Хорош. Все, закрываем, Валер. И 15 минут иди засекай. В общем, пацаны, по задумке японцев, оно должно вариться сейчас там. Вот через эту дырочку упар должен выходить. Да. Засекаешь? Засекаешь? Все, давай я беру камеру. Теперь ты иди раздела вот это. Так, кайф. Так интересно. Просто это хотя бы даже, это просто даже интересно. И она очень большая. Ну, правда, вы видели сами, сколько здесь продуктов в ней. Так. Я, как нормальный человек, буду изучать инструкцию. Да? Ты нормальный человек, считай. Так, тут все это в кучу мы набрасываем. Потом какой-то хрень кидаем. Тоже там, видимо, заливаем воды. Давай, вскрывай пакетики и будем смотреть все по ходу. Да, и что тогда вот из этого мы кидаем? Из этого нет. Где пакетик? Вот этот пакетик, который греет, Валер. Вскрывай и нагрузище. Он мне по иероглифам не подходит. Валерка, давай. Ну, подходит, мать, это он. Тебе повезет, если будешь тушить, Валер. Это поменьше, да? Так, вот тут тут наливать. Ну, я так думаю, что вот по эту шлейку. И что я вам хочу сказать, что я вам хочу сказать. Если в группе нужны были ссылки, и вы точно так же захотите развлечься, как мы, и на своем желудке поэкспериментировать, пишите в комментариях, я вам ссылки дам. Так, а здесь он не всегда пошел. Ну, у меня три. У тебя три, да? У тебя, по-моему, с курицей. Ну, что-то тут похоже, наверное, по запаху. Уже много, да, Валер? Слышите, как шли. Сейчас, ну, тут дым уже идет. Ну, вообще, так интересно. То есть, ребят, походная штука, как мне кажется, что офигенная. Ну, только единственное, конечно, что дорогая. Раньше говорили, они стоили намного дешевле, и в основном их выставляли из Дальнего Востока. Поэтому, пацаны, если вы нас смотрите на Сахалине, или Волгевостоке, или в Приморском крае, или в Побаровском крае, пишите нам, сколько у вас это пребуда стоит. Да, это водичка, заливай рисик. А потом сюда тоже водичку надо? А рисик как будет готовиться? У нас водичка готовится, рисик. То есть, ты уверен, что сюда? У меня внутри пакетика. А, ну там соус я просто еще за хреначил, да? Ну, соус надо было потом. Сочину. Ну, и мы потом... Ну, у меня уже все соусно. Если вдруг этот рисик не получится, будешь есть желудки. Видишь, что там сразу пошлейка. Видишь, ну, не так. Вот, теперь бери водицу. Ну, и вы сюда. Какая интересная. Кстати, пацаны, видели футболочку, если прикупила. Точно тоже на озоне. И тоже закрываю, да? Ну да, и тоже 15 минут. 5 минут разницы. Ну, окей. Застекаю время 15 минут. Пацаны, не отключайтесь, будем дегустировать. Ну, мне точно, вы должны сейчас слышать, как это все шипит. Реально готовится. Реально готовится. Это вам не какой-нибудь там просто дошик, да, Валер? Да, да, да. Это, извините, дошик, который сам готовится. Ой. Ребята, горячие. Ужас. Просто реально горячие. Если вы видите, видите? Смотрите. Видно, видно там. Видно? Кайф. Это чудо, понимаете? Ребят, почему я это купила? Потому что, на самом деле, семейные будни иногда хочется как-нибудь разбавить. И чем, почему бы и нет, почему бы себе и мужу не устроить вечер в таком вот японском необычном стиле? Не все же нам суши есть. А это и интересно, и как-то сближает, потому что вместе все делаешь. Ну и плюс это необычно. Я лично еще такого никогда не видела и не ела. Вот сейчас мы с вами все и попробуем. Валя, как ты думаешь, не нужно ли мне на новую футболочку и полотенчика? Ну, тебе, мне кажется, надо там мешочек сверху надеть. Сейчас я сбегаю. Если я буду смотреться как-то странно, пацаны мне в комментариях напишут. Ну, потому что белое это не твое. Нормально. Оно сразу превращается в пятнышки. Все хорошо. Так. Ну что, я свое открываю. Выглядит красиво. Ой, блин. Короче, еще какой-то там пар прям. Да, ты аккуратно, Валер. Слушай, по-моему, приготовился. Воды нету, да? Все испарилось. Сейчас мы посмотрим. Это у меня, кстати, были палочки, а у тебя не было. Что, есть вода еще, да? Нету. Нету воды? Нету, вообще нету. Точно? Да. Там такой жирчик у тебя, да? Как будто бы. Вот, ребята, что я хотела попробовать. Вот эти вот плоды лотоса с дырочкой-то которой. Мне интересно, тут картошка. Вот картошка сделалась. Не, ну, они должны все были проедут смотреть. Единственное, что очень горячо, ребят, очень горячо. Господи, мне прям лохань какая-то. Горячо? Так, ну рис готов. Мясо тоже. Так, а у меня, смотри, какая настала лапша беленькая. Похоже немножко на соевую. Ну-ка, лапшу. Остренькая. Надо было не всю. Это чтобы вы понимали, я острое вообще люблю. Ох, Валерка. Нет, у меня тут и мяско вкусное, и грибочки. Завтра утром будем в очереди стоять. Хорошо, что у нас три санузла. И хорошо, что ты воду поставил. Так, а вот эту морскую капусту пробуем. Ну, у тебя остро? Сильно у тебя остро? Нет, не сильно. У меня остро прям. Ну-ка, дай-ка. У тебя прям остро? Да, а у тебя с курицей или с говядиной, я не могу понять. Ну, вообще, больше похоже на какую-то говядину на курицу. У тебя очень вкусно. Да. Дайте мне хоть что-нибудь попробовать. Валер, возьми мой вилкой. Ну, возьми вилкой, малыш. То есть, ты думаешь, мне там... Ложечка, эта ложечка, это вот эта острая. Ммм, морская капустов вкусная. Лапши какая-то интересная. Да, она стала как соевая, да? Похожа на соевую. Зря мы все. Это же все-таки... Пошел лотос. Это, конечно, нормально. Ну, лучше вот грибочки с говядинкой, с рисиком. Лотос хрустит, он похож на какой-то овощ, но он как бы... Ну, в принципе, без него прожить можно. Ничего такого, я не поняла, что он доставляет. На какой вкус он блюду дает? Никакого. Он абсолютно безвкусный. Это вот этот? Да. Маленький. Блин, ну ты у тебя... Ты можешь лицем закусывать, Валерка. У тебя есть такой... Очень вкусный. Мне вот прям твое блюдо очень понравилось. И я бы, если бы выбирать между царем, дошираком и твоим блюдом, я бы все-таки рис взяла. А он прям вкусный. И прям такое, как блюдо, как основное, как будто дома приготовил. Нет, ну доширак, наверное, просто приправу надо наполовину добавить. Пацаны, я так понимаю, что вот это вот желудок... Пошел желудок. Да, дело, да. Ну и что? Нет, он безвкусный. Кто-нибудь по консистенции, знаете, как желешка. Как желешка. Как яблоко или как редиска. Он такой, как желешка. Знаете, на что похоже? Если вот, особенно пацаны с Дальнего Востока меня точно поймут, если трубача когда-нибудь ели, он как трубач. Нет, прикольно. Нет, 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 прикольно. Просто очень остро, ребята. Если будете покупать всю приправу, вот эту вот красную, которую я вторую добавляла, весь пакетик не добавляйте. Ну это прям вырви глаз, реально. Но вкуснее, вкуснее, честно, вот у Валерки. Прям намного вкуснее. Прям в разы вкуснее. Да. Ну я буду кушать, что делать. Мне еще картошку надо попробовать. Ну, я на самом деле очень удивлена, что рис приготовился у тебя. Мне казалось, там будут остатки еды, воды какой-нибудь, знаешь. И вот у тебя мясо. Вот у меня очень много наворотов было, да, всяких мешочков. О, я же забыла сюда еще. Мяса, конечно, я вот по нему не могу, оно даже по консистенции не курица. Ну, Леша, я не помню, что я заказывала. Может быть, и говядину. Забыла добавить супарики еще. Да. Чем они упаковывают там? Какие-то печеницы. Самое вкусное в этом блюде это вот эти чипсики. Они такие классные. Да? Очень вкусные. Выбрасываем сюда все, как думаешь? Ну, да. Они же такие сладко-соленые. Да, да, да. Давай вот так пока, чтобы не размякнуть сильно, а? Может быть, ты тоже так захочешь. О, сейчас будет мне вообще вкусно. Я не знаю, как тебе подобраться туда. Бери, давай я подвинусь. И сухариком возьми. А, вот и сухариком берешь. Остренько. Сухарики добавляют какой-то шарм, да? Угу. Просто очень остро. Я уже одной вилкой поел, другой вилкой поел, ложкой поел. Вот и картошку ты хочешь попробовать. Вот я тогда ее буду первой пробовать. Давай. Не, очень интересно, ребята, реально, очень интересно. Вот такая, ну, просто так разнообразить свои будни. Классно. Классно. Ну, сначала показалось, что чуть-чуть как бы не доделанная картошка, сейчас вроде доделанная. Да? А, когда по вкусу не картошка. да, она на нашу не похожа, да? Угу. Или картошка, может быть, из-за того, что она была очень острая, она так нам не чувствуется вкус, фу, не жарко. Давай, мне этот, Валерий. Ну, даже если бы это было на самом деле не очень остро, мне кажется, очень много доедет, ну, наешься сполна. Наверное, даже блюдо такое на двоих додашь, да? А вот еще какая-то есть коричневая. Ну, это грибы, скорее всего. это грибы еще есть. Ширитаки или какая-нибудь? Ширитаки. Ммм. Прям хочется зачерпнуть ложечкой все так и то, но... Давайте ложку возьму. Да. Я не уверен, что я ложкой это хочу. У меня уже и так с носа все течет. После моей, ну, закусывай своей. Я сейчас еще только попробую. Ну, но у меня очень много количества ингредиентов. В принципе, я понимаю, за что они 900 рублей берут, да? ну, у тебя там, извините, как бы глубина вот какая. Ну, да. Если, если была, подожди, вот смотри, если была масса, нет, то вообще просто 700 грамм, то здесь еще с водой, наверное, ну, здесь, наверное, литр, да, наверное, нет? Не меньше. Не меньше. Ммм. В принципе, пацаны, когда даешь вот этому красному стечь и много ингредиентов разных берешь, то, в принципе, получается вкус не так остро. когда по вкусу ингредиенту берешь, да? одно, что второе, как бы по вкусу доширака его, в принципе, нет. доширака нет. Это не доширак точно. Это совсем другое тут, как китайская японская кухня. да, да. Только острая. Ах! 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 Я свое кушаю. Я свое уже половину скушал. Ну, кушать. Я же на все не буду. Выше плакали, давились, но продолжали есть кактусы. Ну, я все на видео не буду, пацаны, доедать. Мы все-таки контент не про то, как, помните, знаете, вот это вот популярно в Корее. Девочка или мальчик наверное, кучу еды на стол выставляют и на камеру кушают. Ну, мы так вам показали, что есть такое. В принципе, такое есть. Так, у нас там вроде бы вино есть. Дайте-ка, я наливаю вина. Мне кажется, мне некая вода этот вкус не перебьет. У меня, в принципе, я уже мокрый. Давай-ка я еще твою попробую, это понравилось очень сильно. Но так как я проиграла, мне приходится есть вот это. Валярки очень вкусно. Ребята, вот у Валярки реально очень вкусно. А мне вот взглядом твои больше нравится. Да-да-да, ну вот если вы очень любите остро, хотя как, у всех на самом деле разные же, ну, пороки там, остроты. Мне, мне остро, возможно, кому-то будет не остро. Ну, не так сильно остро, но все будет остро, но, возможно, кому-то будет не так сильно остро. Но, не знаю, мне понравилось, мне вкусно, и вот единственный нюанс, да, острота. Плюс я люблю что-то необычное попробовать. Вот, собственно, попробовала что-то необычное. Видите, как еще палочками не очень могу есть. Так что, ребят, если вдруг кто-то захочет попробовать наш эксперимент, пишите мне в комментариях, я вам ссылку оставлю. И вообще, ставьте лайки, наверное, до конца мы доедать не будем. Вам на камеру, чтобы лишний... Вкусно? Чтобы лишний раз не дразнить. По нашей пятибалльной системе вот этому ставим твердую пятерку, этому ставим 4. Я бы сказал, 4 тоже с плюсом, потому что просто надо поменьше добавить этого. приправки. Это ты меня с пандалыку сбил, Валерка. Все, ребят, мы вам желаем, чтобы у вас все было чики-пуки, нескучных вам вечеров. Пытайтесь как-то в своей жизни разнообразить. И вот такие вот мероприятия, они очень сближают, особенно кушай и жену, когда вы уже поглядите в руке. Когда сидите в твоем, плачете. Когда вы уже поглядите в руке, и, казалось бы, делать уже нечего. Ну все, еще раз говорим. Давай, на раз, два, три. Чики-пуки! Все будет чики-пуки. Целуемся? Угу. Я тебя люблю. Я тебе сильнее, у меня просто губы вообще. До скорых встреч, ребят. Пока. Пока.